К выбору К выбору место для отдыха люди относились с особым вниманием во все времена. Небывалым величием и безмятежностью финских лесов восхищалась еще императрица Екатерина II. Имотра открывает Сайминский озерный край, где так хочется любоваться суровой северной природой, естественной в четырех временах года. Здесь течет своя жизнь, неторопливая, но наполненная красками и энергией, и каждому гостю найдется в ней свое место. Что удивительно, за минувшие века Финляндия почти не изменилась. Здесь гостей страны встречают все те же аккуратные домики, заповедные рощи и незамутненные озера и реки. Невероятная красота пейзажей, отличная по нынешним меркам экология, богатство флоры и фауны создали региону вполне определенную славу мест, где может проходить отличный отдых вдали от мегаполиса. Вообще, приезжая в Финляндию и размещаясь в коттеджах, невольно задумываешься, как ловко и удобно здесь все устроено. Дизайном деревянных домов занимаются лучшие архитекторы, используются современные технологии и материалы отделки. Оборудование похоже на городскую квартиру. На кухне есть все, начиная от кофеварки, набора посуды и микроволновой печи, заканчивая посудомоечной машиной. Финны гордятся качеством водопроводной воды, которую можно пить. Во всех домах обязательно имеется сауна и камин в гостиной. Финляндия Финляндия – это одно из самых популярных и близких направлений для отдыха всех петербургцев. Но пока эта страна недоступна, мы решили привезти Финляндию в наш город. Когда речь идет о презентации какой-либо национальной кухни, самый такой популярный формат – это гостевой ужин. Но в связи с нынешней обстановкой и с тем, что нам хотелось как-то этот формат сделать более интересным и многоплановым, мы решили его усовершенствовать. Для этого мы привлекли наших партнеров и давних друзей. Во-первых, это директор Института Финляндии в Санкт-Петербурге Сани Коупола-Веб. Это эксперт в области рестораново-гостиничного бизнеса Анатолий Львов. Наш с вами соотечественник, но в данный момент он живет в Флэрде-Иматре. И также это замечательный финский шеф-повар, член финских шеф-поваров Юбка Мойлонен. Вместе мы разработали многоплановое, очень интересное мероприятие, которое назвали «Суоми Викинг». В рамках него мы знакомим наших гостей не только с финской кухней, но и также с финской культурой. Финское меню было создано совместно с шеф-поваром Юком Малайниным из города Иматра в рамках «Суоми Викинг» в ресторане Петров Водкин. К этому замечательному событию Юка Малайнин прислал мне свою книгу «Ароматы Саймы», прочитав которую я вдохновился рецептами, и мы создали это замечательное меню. Рыболовный парк Вуоксы в Иматре – это рекреационная зона для семейного отдыха. Здесь можно получить разрешение на рыбалку на реке Вуокса и на озере Сайма, а также профессиональные советы и карту рыбных мест. В Вуоксе водится большое количество видов рыб – хариус, сик, ряпушка, щука, лещ, окунь и, конечно, красавица форель. В парке имеется собственный бассейн с лососем и коптильня. Ресторан рыболовного парка является местом притяжения рыболовов и любителей хорошей рыбной кухни. Ежедневно предлагается не только рыбное меню, но и закуски, и фирменные блюда из форели. Знатоки говорят, что настоящая уха может быть приготовлена только там, где поймана рыба. Хозяева ресторана прекрасно это знают и используют гарантированно свежую форель из Вуоксы для приготовления традиционной финской ухи со сливками лохи кейтта. Гордостью ресторана является фирменное блюдо лайту ринкало, которое готовится из свежей рыбы на собственной коптильне. Свежевыловленную форель нужно сразу разделать. Для мастера это всегда пара движений ножом. В случае приготовления ухи со сливками необходимо отделить филе и нарезать мясо рыбы кубиками. Фирменное блюдо ресторана «Рыба-сплавщика» готовится из целой рыбины. Это может быть форель или лосось, но обязательно свежепойманный. Рыбу необходимо подготовить. Для этого используется морская соль. Самый ответственный момент – копчение рыбы на решетке. Процедура в целом выглядит довольно просто, но попробовать блюдо можно только в ресторане «Вуоксы». Все остальное будет лишь копией. Приятного аппетита! Ресторан «Петров Водкин» открыл свои двери два года назад. Изначальный интерьер был довольно современной стилизацией под заведения конца XIX века. Из атрибутов той эпохи были антикварная резная мебель, буфеты, зеркала. В этом году мы позиционируем наш ресторан не только как заведение общепита, но и как некий культурный центр. Мы работаем с художниками, артистами, с театрами и стараемся развивать культурные связи с другими странами. Эти изменения сказались на убранстве и атмосфере. Стены ресторана украсили оригиналы и репродукции картин Петрова Водкина и его современников. По вечерам выходные звучит живая музыка в исполнении заслуженного артиста Польши Андрея Святского. Русские романсы, арии из оперет и популярные песни из советского кино. Огуречный шнапс Огуречный шнапс у нас подается с форелью из Карелии. Лапландская настойка у нас подается с терином из гуся с карамелизированной свеклой. Маршальская настойка у нас подается с копченой сельдью. Пирог мясной, состоящий из говядины и копченого сала с морошковым вареньем, подается, соответственно, с настойкой из морошки. И вишенкой на торте у нас послужит клюквенная настойка, которая подается с вяленой олениной. Приятного аппетита! Мы приготовим национальное блюдо Финляндии. Картофельная лепешка в Далве. Сейчас мы берем, катаем два шарика. Она у нас одолежала в заготовочке. Немножко обвалять нитки, чтобы у нас, кстати, не приятно бремнуть. Затем эти лепешки мы немножко сделаем сечки, чтобы они у нас потешились внутри. А теперь эти лепешки мы ставим в конъекционную печь. Основное блюдо нашего вечера – это оленина, приготовленная по технике сюрит, с перловой крупой, белыми грибами и ягодным мясным соусом. Берем нашу прежде подготовленную оленину. Немножко ее подсушить. Что входит в нашу перловую крупу? Это мелко рубленый лук, обжаренный с белыми грибами и после заведенная перловка, уже прежде отваренная. Пока это все отрезаливается, берем нашу подготовленную перловку и заводим сюда ее. Вот солим, перешаем. Мы его только пережарим, дадим отекистую корочку. Слегка. И все. Олень поджаривается. Перловка уже все. Раскапливаем наш соус. Вообще, финны любят есть мясо с крупой и все это заливать какими-то сладкими соусами, а в придачу еще посыпать ягодцами. Наши лепешки мы выкладываем на поджаренные чипсы из порея, совсем чуть-чуть, чтобы они покрустывали. Чтобы подготовить соус, нам нужно мешать черную сметану, ну, желательно процентов 30, чтобы она не растеклась, да, у нас, с чучей икрой. Тщательно все это перемешать и щедро положить в одну из литров. Приступаем к нашему оленью. Небольшие кусочки. То есть мы смотрим, что в середине у нас он сыроват. Кого-то это может отпугнуть, но не тех людей, кто любит оленину и точно уж не финнов. Видите, он как тянется, как такое сладко-мясное варенье. Выкладываем и добавим в ложечку моченой клюковки. Приятного аппетита! Через сетевго, через бронзану. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...